Итак, начнём с дисклаймера. Эта презентация представлена вами, значит, Global United Group. Его контент полностью интерпретирован и не соответствует напрямую позициям компании, стратегиям и, в принципе, тому, что преподносит Caratbars International. Caratbars не проверял контент данной презентации. Значит, на данном слайде вы можете видеть очень важную информацию, как вы можете связаться с суппортом. И мы рекомендуем сделать скриншот и сохранить его для того, чтобы в дальнейшем было просто связаться с ними. Вся необходимая информация находится на данном слайде. И всё, что вы видите вне данного слайда, на других сайтах и других источниках, это может быть информация от скамеров и людей, которые недоброжелатели. Ну, я знаю, что, в России, особенно, gold, не могут быть проданы, но есть другие страны, конечно, которые, конечно, украинцы, 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 украинцы. Мы знаем, что, к сожалению, на данный момент золото в Россию не поставляется, его поставка нестабильна. Однако сейчас недавно, 15-го, значит, недавно произошёл сильный ураган в Багамах. Это огромная катастрофа, в связи с которой потерпело очень много, в принципе, в связи с которой было очень много, в принципе, неприятностей, и в том числе финансовых. В связи с чем, Carrot Bars International предоставила акцию, если в течение 30 дней мы покупаем до 15 октября 2015 года, в течение 30 дней мы покупаем золотые карточки, то 5 долларов с каждой карточки отсылаются на поддержание Багамских островов. And also for the next 30 days, until October 15, Mr. Seitz has announced that all of the specialty cards, the country cards, sports cards, special cards, that anyone buys, 5 dollars of each card will also go to the people of Bahamas. Да, я сейчас не допустил небольшую ошибку. Он говорил, что, значит, специальные брендинг-карты, значит, которые так и называются Stay Strong Bahamas, с них отчисляется 15 евро с каждой карты на поддержание, значит, Багамских островов. Однако, в течение следующих 30 дней, то есть до 15 октября 2019 года, каждые 5 долларов с проданных других брендинг-карт будут отчисляться также на поддержание Багамских островов. На протяжении данной встречи, данного вебинара, значит, я буду рассказывать о основных моментах каратбарс, а также расскажу постепенно о том, что произошло в Амстердаме. Значит, здесь есть небольшие изменения с матчинг-бонусами. Если, can you repeat again, what we have after a week? Normally before, to qualify for matching bonus this week, you would have to have any kind of commission last week, and you would be eligible for this week, but this is now about to change. Значит, сейчас так, если вы участвовали в матчинг-бонусе раньше, то вы получали выплаты на следующей неделе, то сейчас вы получаете в ту же самую неделю. Starting pretty much any day now, Mr. Seitz has announced that we will change this, that the minimum direct commissions that a person needs to earn in the week before, to qualify this week, is 25 euros in personal commissions minimum, in direct commissions. Минимально, чтобы перейти из одного статуса к другому, is the minimum, yeah? Yeah, the minimum 25 or more, you qualify for the week after, yeah. Значит, должно быть 25 или больше евро в течение недели, значит, продано на прямых комиссиях для того, чтобы вы перешли на следующую ступень помайчен бонус. So, in other words, you have to sell personally sponsored people minimum 250 euros of products with a direct commission in order to qualify for the week after. Чтобы в этом участвовать, другими словами, вам необходимо продать на 250 евро в прямых продажах, то есть получить 25%, ой, 25 евро, да. Давайте продолжим. Да, продолжим. Да, продолжим. Да, продолжим. Да, продолжим. Many of you might be familiar that on caratbit.com, we have vault plans, where you can convert KBC into cash gold. Could you explain, vault is like a deposit? Or? Yeah, we'll just talk about that in a moment, yeah. Okay. Значит, как уже известно многим, кому неизвестно сейчас расскажу, есть на Caratbit специальные vault планы, это как депозиты, которые мы можем вносить наши Booney Wallet, то есть золото, и получать ежегодные выплаты. Yes. Now, 100 KBCs for 1 gram is gold put into a deposit in storage, yes. And if you leave it in a gold vault, which is one of the plans on caratbit, then you earn yearly interest on it. Значит, на данный момент, если вы помещаете, вы знаете, что можно обменивать 100 монет на 1 грамм золота, 100 монет KBC на 1 грамм золота, но если вы его помещаете на депозит на 1 год, то вы получаете... If they bring 100 Bune Wall, yeah? Or 100 KBC, they will receive... 100 KBC is 1 грамм, yeah. Okay. And they will earn per year, how much? I'm gonna get into them. Let's just, let's refrain from questions. I'll just keep explaining and I'll make sure I cover everything. Okay. So, we all know this, that you can exchange 100 KBCs for 1 грамм of gold, and each one of the vault plans, depending on how many grams of gold you get, will determine a different percentage that you see on the screen. Значит, на данный момент, нам всем известно, что можно обменивать, значит, наши монетки KBC по курсу 100 монет KBC 1 грамм золота. И здесь представлено, в принципе, в Bay Univill. Сколько вы будете получать, положив на депозит те же самые Bay Univill ежегодно в золоте, да? So, for example, 100 000 KBCs, converted into this into carat bit, would give a person 1 kilo of gold. And you can see here on the screen, that would qualify you for the 3-star vault plan, which would give you 8% annual profits in gold. К примеру, обмененные 100, точнее, положенные на депозит 100 000 монет KBC, они конвертируются в 10 000 Bay Univill, и если вы их оставляете там на год, то вы будете получать 800 Bay Univill за год. То есть, получается, 10 000 Bay Univill – это у нас 1 килограмм золота. In a very near future, there will be different ways a person can take that goal. They can have it shipped to them. They can have it put back on carat pay and be able to use it in the ecosystem. So, there will be different options. A person does not have to leave it for an entire year if they don't want to. However, if they break the plan of one year, there are some penalties. Значит, на данный момент представлена только такая опция. То есть, вы можете обменивать и переводить их на QR-коды, или вы можете классить их на депозит. Однако, в дальнейшем будут и другие опции. Например, вы сможете переводить их на CaratPay и совершать другие, в принципе, с ними действия. Но пока что только представлены. Now, this deal, these vault plans, they end on October 1st 2019. We don't know what deals will come after, but this opportunity right here to get a gold vault with these interest rates is up until October 1st. И данное предложение с золотыми депозитами, которые представлены на данном слайде, оно действует только до 1 октября. Мы не знаем, что будет после 1 октября. Мы это узнаем как раз в это время. Let's keep moving forward. Very soon, we have good news. This was announced by Mr. Joseph Haidt, the chairman of the board. Very soon, CaratBars is offering cash-gold buyback within the company. Buyback? Buy it back from you, yeah. Ah, ok. Значит, недавно поступила информация от мистера Joseph Haidt, что уже скоро мы сможем, значит, сдавать наши cash-goldы и в компании будет обратный выкуп, что немаловажно. So everyone will have the opportunity that any cash-gold that they have in their account and storage at any point in time, if they don't want it shipped to them, and they don't want to buy things with it, and they don't want to just save it, they can just simply sell it back to CaratBars at whatever price CaratBars will offer at the time. В скором времени те люди, которые, в принципе, не хотят хранить cash-gold и не хотят их переводить на CaratPay, они смогут просто продать их компании и получить свою же фиатную валюту. Yes. Yes. I know this is in English. I'm hoping one of our wonderful translators will take the initiative to translate this, but Ovidio Toma, the chief technical officer of CaratBars and the CEO of CaratBit released this technical webinar yesterday. Ovidio Toma – это, в принципе, человек, который разрабатывает и CaratBit и является одним из основателей. Он вчера опубликовал технический вебинар, в котором рассказывает о многих моментах. Да. Ovidio Toma discussed very important topics in this webinar, like the nodes of the blockchain, like the K-merchant and how it works, and the Impulse K1 phone, and a lot of details, in addition to other things. Ovidio Toma объясняет и раскрывает очень многие важные темы, такие как K-Impulse, блокчейн, работа тех же самых мастер-нодов и других очень важных моментов, связанные с CaratBars. Ovidio Toma – If we can get this into Russian, obviously, it would be great for everyone to see. Ovidio Toma – I'm gonna translate it. Ovidio Toma – Thank you. Ovidio Toma – Awesome. Ovidio Toma – The reason I'm very excited to be here with you today and the information I really want you to see is what's about to follow. Ovidio Toma – And the information I really want you to see is what's about to follow. Ovidio Toma – Last weekend, as many of you know, we had a very important event in Amsterdam at the Burs van Berlache building, which is the first stock exchange building in Europe. Ovidio Toma – На прошлой неделе проходило мероприятие в Амстердаме по CaratBars, и оно проходило в одной из старейших бирж Европы – B.U. van Berlache. Ovidio Toma – It was a fantastic event with high energy in a beautiful venue and an amazing presentation by corporate. Ovidio Toma – The main purpose of the event, of course, was to celebrate the launch of CaratNet, our mainnet blockchain. Ovidio Toma – The original date for the launch of CaratNet was supposed to be on September 20th, but to our surprise, Ovidio Toma launched it a few hours before the event started. So it was launched officially and is now live as of September 15th. Ovidio Toma – The theme of the event was that we are entering into the championship leagues into mass adoption, introducing Wave 3. Ovidio Toma – Wave 1 was the beginning of CaratBars, the founding of CaratBars with a gold savings plan. Ovidio Toma – Wave 2 was the launch of CaratBars into the cryptocurrency space, the digital currency space where CaratBars grew very rapidly. It was a very successful Wave 2. Ovidio Toma – The second wave was the launch of CaratBars, because at that time, our cryptocurrency was launched and CaratBars went on the way to blockchain. Ovidio Toma – Wave 3, which has just begun now with this event in Amsterdam, is the ecosystem coming together all on our blockchain with an offer of an alternative payment system for the people of the world. Ovidio Toma – Avidio Toma told us on stage that our CaratNet is very unique. It is the first dynamic blockchain in the world. Ovidio Toma – It is faster, more reliable and safer than just about every other blockchain in the world. Ovidio Toma – It is open source, which means it is made for other projects to come on board with us and create their own coins and launch their own projects onto our blockchain. Ovidio Toma – All fees generated from this blockchain will go into paying the nodes, paying commissions to CaratBars affiliates, buying further gold to back up the KBC and increase the demand for our coin. Ovidio Toma – Make sure you translate the way I'm saying it because I'm not using master nodes because that's only one of the type of nodes, right? Ovidio Toma – We have super nodes, full nodes and master nodes, so I call them nodes in general. Ovidio Toma – When I will speak the word node, it is not only one master node, which we know, but there is master node, super master node and third one. Ovidio Toma – Master node, full node and super node. Ovidio Toma – Master node, full node and super node. И сейчас тот самый момент, когда все, что мы наработали ранее, и все, что было создано ранее, сейчас объединится в одно целое. И все, что раньше было создано в отдельности, сейчас объединится в одно целое. Но видимо. Все, все будет объединять эта система, как Caratbars, так и Caratbit, вместе с нашей собственной, также вместе с нашей Stock Exchange, это с нашей фондовой биржей, и K-Impulse, и банковские терминалы, AMs, да, и все остальное, это все объединится в одной Caratnet, уже объединилось в одной Caratnet. И все это генерирует комиссии, то есть все, о продаже телефонов, Caratbit, продаже банкоматов, все это генерирует для нас комиссии. И все эти комиссии с евро, с доллара, с биткоина, с эфира, они конвертируются в монеты KBC, и в дальнейшем уже с монет KBC оплачиваются комиссии. И наша система, она будет постоянно то предлагать, то на нее будет постоянно спрос и предложение на KBC монеты, в связи с чем, собственно, в дальнейшем она будет подпитывать те же самые наши ноды, которые мы имеем сегодня. В связи с тем, что мы только начали, у нас запустились наши KBC суперноды, и первая выплата начнется уже в середине октября. И также, что я не сказал, в KBC супернодах выплаты будут раз в месяц, а что касается мастер нодов, фулл нодов, так как выплаты идут в KCB монетах, а ICO KCB продлено до 15 декабря, соответственно, это все будет после 15 декабря. И что касается ранка на CoinMarketCap, который мы имеем сегодня, он очень неточный, в связи с тем, что там очень-очень много переменных. И настоящий рейсинг нашей монеты мы увидим только тогда, когда монета KCB полностью перейдет в нашу Mainnet монету, и мы тогда увидим, что наша монета будет занимать топовые позиции. Значит, по поводу доставки телефонов. Еще неизвестно, что будет с Россией, однако, что касается остальных стран, то телефоны будут доставлены в течение двух-четырех недель. Почему наша доставка телефонов перенесена? Так потому что в Гонконге были протесты, и из-за этих протестов были большие проблемы с рассылкой данных телефонов. Также будет рассылка в течение двух-четырех недель наших первых банкоматов и CEM-ов, что вы могли видеть уже по некоторым видео, как они отправляются в разные страны. И также это замечательная новость, на самом деле, что каждый из нас может выводить неограниченное количество кэшгоудов на ежедневной основе в данных банкоматах. И то, о чем мы сейчас поговорим, это, возможно, самое важное, о чем нас оповестили на мероприятии в Амстердаме. И то, о чем мы сейчас будем говорить, называя The K-Merchant, это предложение для держателей магазинов, коммерсантов, которые могут предоставить своим клиентам покупать товары при помощи криптовалюты. И, в принципе, с его бета-версии он перешел в настоящую версию, и сейчас самое время его распространять. Потому что K-Merchant является, мне кажется, номером один, что сейчас стоит распространять и предлагать коммерсантам. The K-Merchant is free of charge for a merchant to install and has zero fees for them to receive payments for their products and services. K-Merchant можно подключить абсолютно бесплатно, и у него нулевая комиссия при оплате. The currencies that are accepted through it are Bitcoin, Ether, KBC, and soon Bitcoin Cash. Значит, валюта, что принимает K-Merchant, это две основные валюты, Bitcoin, ETH и третья KBC, однако скоро еще придет и Bitcoin Cash. There is no risk to the merchant, and they can receive their payment either in fiat or in cryptocurrency. И там абсолютно нет риска для коммерсанта, потому что он может принимать платежи как в фиате, так и в криптовалюте. The crypto payments are settled instantly, they receive it right away, while fiat payments will be paid out once a week. Значит, принимая платежи в криптовалютах, проплата и вывод будет моментальным, однако что касается фиатных валют, то вывод будет раз в неделю. The merchant has a free six-month trial to try it, obviously, and then after that the cost is $200 per year. OK, Merchant, есть 6-месячная пробная версия, однако после 6 месяцев будет необходимо платить 200... How much it will be necessary to pay? $200 per year. Another interesting thing is that merchants will also be earning a small percentage on all transactions. И что интересно, что сами предлагающие держатели магазинов будут получать маленький небольшой процент с каждой транзакцией. While all affiliates who refer merchants will be receiving 50% of the profits split into direct commission and into the affiliate structure. И что немаловажно, так что предложивший кеймерчант по своей реферальной ссылке тоже будет получать 50% от прибыли с комиссии, часть из которой пойдет на прямые продажи и часть из которой пойдет в структуру. Now, you might wonder, how are their profits if the merchant has no fees? И, значит, меня удивляет, как же они зарабатывают, если у эти мерчант нет комиссии? I will give you an example. Я вам приведу сейчас пример. If a customer pays, for example, with Bitcoin, Karatbars will give the global average of the value of Bitcoin in fiat or whatever currency the merchant wants. Значит, если клиент хочет оплачивать биткоином, он находит глобальную цену данного биткоина на момент продажи. Yes. So, for example, in this example, let's say I pay a merchant with Bitcoin and the merchant wants US dollars. What happens is Karatbars receives the Bitcoin and gives the US dollars of the global average of the price of Bitcoin to the merchant. Как это происходит? Допустим, кто-то переправляет криптовалюту, Karatbars получает биткоины, да, если переправляют биткоины. И на момент перевода он продает их по средней рыночной цене на биржах и в дальнейшем переводит фиатную валюту, если выбрал коммерсанту. So, then Karatbars can take that same Bitcoin and find on the market through an automated system someone who is buying it for hire. И Karatbars сам находит в автоматическом режиме, кому продать биткоин по самой высокой цене. И именно по арбитражу будет разделение, что часть отправлена будет партнером, часть отправлена будет на поддержание экосистемы, часть структуру. And, of course, the fees that go into the ecosystem, they pay the nodes, various commissions, and more gold for the backing of the coin. А та комиссия, что идет в экосистему, она, конечно же, идет на оплату мастернодов и других нодов, на поддержание нашей монеты и вообще на поддержание нашей экосистемы. So, basically, it's an automated system of arbitrage between global average and a higher price of cryptocurrency on the market. И это некий арбитраж между средней ценой на рынке и самой высокой ценой на рынке. What this does for merchants is huge because, of course, it gives them an opportunity to take additional forms of payments, have more customers, and free of installation. To sign up someone with a K-merchant to be a Karatbars affiliate, we simply use our K-merchant link, create their account, KYC it, and they're ready to go. And we will earn on everything they do ever after. И самому держателю магазина нет необходимости быть партнером Karatbars. Он просто регистрируется, проходит KYC, то есть подтверждение личности, и начинает принимать критоплатежи. This is where the people who have been building big teams will be able to benefit from a lot of what is coming, because a lot of what we are doing is creating fee-based commissions from various streams of income. И те люди, что сейчас входят в K-merchant, они получат огромные возможности получать прибыль от всего. So, the launch of the blockchain was obviously very exciting. The K-merchant is a very exciting product. And for me, that would have been enough for this event. But something very special came along after that, where Videotoma presented our new product. Where he introduced us to the WIM laptop. То, что они предложили, это первый компьютер, первый ноутбук на базе blockchain. Называется он WIM. The laptop has a dual operating system. It operates both Windows 10 and crypto data operating system. И данный ноутбук, он имеет две операционные системы. Это система Windows и система блокчейн. The Windows 10, of course, is to do all the regular stuff. И Windows, это та самая обыкновенная Windows, что мы сегодня используем для, как обычные пользователи, используя наш компьютер. The crypto data operating system is all focused on blockchain, security, privacy. And has all the native apps, like K-merchant, integrated within it. А что касается системы блокчейн, то она создана для безопасности, для конфиденциальности. А также в нее уже интегрированы такие приложения, как K-merchant. I would like to show you this laptop, if you haven't seen it already. I'm gonna play a very short little video for you, and we'll be right back. Мы сейчас покажем небольшое видео о компьютере WIM. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, это индивидуально все Я не буду проигрывать предыдущую презентацию, предыдущее видео при телефоне, потому что там очень много информации на английском языке. Я надеюсь, что я вот так раз и сделаю перевод, думаю, этого видео так же. Овиди Тома показывал на мероприятии в Амстердаме данный компьютер, показывал видео. На котором было представлено, как его крадут, как его пытаются взломать, однако благодаря защищенной системе блокчейн этого сделать было невозможно, что, собственно, делает его уникальным. Now, of course, you know that K-Merchant is a software to be able to do transactions. This laptop could also be seen as the hardware, because it has K-Merchant integrated in it. Значит, как вы знаете, K-Merchant является операционной системой, однако WIM является тем самым железом, на котором может быть этот K-Merchant и с чем он может работать. То есть это может быть самым железом, как наш компьютер, скажем так. If you noticed in the video, on the back of it, when it's lifted up, on the back of it, there's a little screen there, where obviously merchants could generate QR-codes, where a person with a crypto wallet could scan the QR-code and send their payment. И данный компьютер также оснащен небольшим экраном сзади. Вы видите его на крышке. Этот экран предназначен для того, в том числе для того, чтобы вывозить на него QR-коды. И эти QR-коды можно использовать для того, чтобы быстро с тех же самых K-Impulse или с других компьютеров переводить ту же самую криптовалюту или фиацию, что угодно. Now, the Impulse K1 phone, we know, has a key, a private key, actually, has three of them that act like a Trezor or a Nano-ledger. And the laptop has the same thing, so you can move the key from the phone to the laptop, and they become a technology that communicates with each other. Now, with the launch of this laptop, obviously, we also have very nice packages to acquire them. И, конечно же, компания не забыла о нас, она ввела очень выгодные пакеты вместе с данными компьютерами. There are two WIM packages, the WIM package 2600 and the WIM package 5200. У нас здесь есть два компьютера, два пакета с компьютерами. Это пакет за 2600 евро и за 5200 евро. Both come with a VIP status in the business. Оба идут с VIP-статусами в бизнесе, Karatbars. And they also both come with the KCB coins for the full value of the package. И они, конечно же, идут с KCB монетами полной стоимости данного пакета. То есть, если 200-600, то на 2600, если 5200, то на 5200. И они также предоставляют 100% бонус тех же самых KCB монетах от стоимости пакета. И, конечно же, чудесная новость, что продавец и продавец получают 100% монет KCB. В размере 100%. И, конечно же, не стоит забывать о структуре, что люди получают из него 10% прямых комиссий, а также получают 50 юнитов за продажу маленького пакета и 100 юнитов за продажу большого пакета. И последнее, что также немаловажно, они оба идут с купонами на распространение, с купонами на рекламу. Если малый пакет обладает купоном на 500 евро, то более крупный пакет идет с купоном на рекламу в размере 2000 евро. И в течение двух недель Кератбарс выпустит новый сайт, который можно будет использовать очень удобно. И на данном сайте мы сможем увидеть всех K-мерчантов, которые уже подключены по всему миру, и следить за этим, сколько уже магазинов принимают криптовалюту. И данные купоны мы можем предоставлять K-мерчанту для того, чтобы он мог публиковать эту самую рекламу своего магазина. Значит, я не знаю, что касается России, однако с остальными странами он будет... Значит, он будет рассылаться 100% по всем странам, пока неизвестно насчет России. И, конечно же, рассылка данных компьютеров будет где-то до марта 2020 года. И это еще не все. Несмотря на то, что мы получили информацию по K-мерчанту, по нашим монетам, по запуску коротнет-сети, у нас есть еще одна очень чудесная новость. И для тех людей, которые думают, что Kertbars – это пирамида, это скам, сейчас наступают те вещи, которые полностью опровергают это. И также это мы будем отмечать на нашем историческом событии, которое пройдет в Сан-Паулу, Бразилия 15 декабря 2019 года. У нас у Kertbars были небольшие проблемы с банком в Майами, точнее, достаточно большие проблемы с банком в Майами, в связи с их местными властями. И они нашли путь, они нашли выход, они договорились с Бразилией, и там будет также криптобанк, который полностью лицензированный и также принимает криптовалюту. И, конечно же, наряду с запуском данного банка в декабре мы запустим нашу финансовую… What does it mean, institution? I forgot a bit. Can you explain? Just banking, just financial banking, an institution is an entity, like a financial entity, if you will, a bank. Значит, будет запуск нашей собственной финансовой организации. What this will do is that we solve all the problems of crypto to fiat and fiat to crypto nice and fluid. We will create a solution for this that the crypto space doesn't have yet. То, что мы делаем, это внедряем ответы на вопросы, как же переводить криптовалюту в фиат и фиат в криптовалюту. Потому что на данный момент ответов на данный вопрос не было. Сейчас мы это предоставляем рынку. What we will also be celebrating in Sao Paulo is the opening of our new gold mine in Brazil. И также мы в Сан-Паулу будем праздновать новое открытие, точнее, открытие нового золотого призка в Бразилии. Это очень, очень круто. The mine in Madagascar, we have to dig very deep to get the gold, so it's taking a long time. Что касается Мадагаскара, то чтобы получить золото, нам необходимо копать очень, очень глубоко. Что касается золотого призка в Бразилии, то золото там расположено достаточно близко к поверхности земли, и там порядка 200 тонн золота. И это, конечно же, отличные новости с точки зрения того, что мы сможем быстрее поддержать нашу монету золотом. And last, but not least, here was the big announcement that we will celebrate as on December 15, 2019, our entire ecosystem is going public. We will be listed on the Frankfurt Stock Exchange. И последняя, но не конечная новость о том, что, значит, после декабря 2015 года наша, в принципе, компания, она будет опубликована, и ее акции выйдут и залистятся на бирже во Франкфурте. То есть это будет первая фондовая, это будет на фондовой бирже, и акции нашей компании будут на фондовой бирже. Indeed, we enter the championship leagues, my friends, and business partners. И там, конечно, в связи с этим будет champion league. Championship leagues. We enter the championship leagues, my friends. И, конечно же, были открыты... И, конечно же, были открыты чемпионские лиги. И, конечно же, мы сейчас открываем... И теперь, что касается нашей организации, что мы сейчас открываем... I'm hearing echo. Yes, I'm sorry, I need to... Yes, I'm sorry. Значит, что касается нашей финансовой организации, которую открыл Carrot Bars, это будет наш онлайн настоящий банк. They will also open physical branches in Europe and in the U.S. И, конечно же, будут открыты их физические филиалы в Европе и в Соединенных Штатах, в Объединенных Штатах Америки. The bank will provide settlements for all of our key merchants to easily go from crypto to fiat. И, конечно же, банк предоставит для нас возможности, чтобы наши key merchants могли легко работать с фиатом. Affiliates of Carrot Bars will have the opportunity to open bank accounts for our customers and our merchants. И, конечно же, все наши клиенты Carrot Bars будут иметь возможность, чтобы открывать аккаунты для клиентов и коммерсантов. I don't know if you realize, but we essentially become our own bank. Я не знаю, насколько вы это понимаете, но мы действительно становимся настоящим банком. У нас будет свой собственный банк. Аффилиates of Carrot Bars will have advantages and privileges over regular customers. И, конечно же, партнеры Carrot Bars, они будут иметь привилегии в отличие от клиентов. То есть, они будут иметь больше привилегий и больше возможностей, чем клиенты. The bank will offer status cards, which are a type of debit slash credit cards. И, конечно же, компания ведет статусные карты, которые будут кредитными картами и дебетными картами. И, что немаловажно, и, возможно, это замечательная новость, что каждый из нас сможет использовать эти карты напрямую расплачиваться криптовалютой. То есть, мы сможем держать криптовалюту на данных картах. Мы на самом деле не знаем, какие статусы там будут, однако, возможно, это будет бронзовый, серебряный, золотой, VIP. И, конечно же, возможно, самый высокий статус будет черная карта. И черная карта даст нам возможность открывать банковские аккаунты для других людей. И слушайте, сейчас будет очень важная информация. У нас сейчас была очень замечательная новость от Мартина, что все люди, которые приглашают людей быть кей-мерчант, которые предлагают открывать аккаунты, вы, как предложившие открывать аккаунты или банковские аккаунты, или кей-мерчант, вы получаете комиссии с каждой транзакции, которая проходит через банковские аккаунты, через кей-мерчант, через все это. Вы получаете комиссию, как пассивный доход. И добро пожаловать в прямые комиссии и чистый пассивный доход. Теперь вы понимаете, почему это так важно? Почему нам необходимо сейчас это распространять и предлагать? Потому что каждая транзакция, которая будет проводиться через данные карты, скажем, она будет приносить нам пассивный доход. This is a real wealth redistribution system for the people. Это действительно redistribution system for the people. Это действительно сейчас возможность каждому человеку стать очень обеспеченным, и это распространение этой возможности, распространение возможности стать очень обеспеченным человеком. Я советую вам прийти к своим собственным выводам, однако обратите внимание, насколько здесь много возможностей, насколько много всего того, что только стартовало, что мы должны развивать. И, конечно же, новости, которые сейчас пойдут в СМИ, и для нас они станут известными. Это огромные новости. И, конечно же, было уже пре-IPO и IPO для того, чтобы люди могли покупать акции компании и быть на фондовой бирже. И, как мы уже сказали, что уже был первый листинг во Франкфурте, и наши акции, наши компании появились там. И остальное тоже уже подтверждено, правда, в дальнейшем это скоро уже выйдет к нам на публику. Это, значит, будет Лондонская биржа, Нью-Йоркская биржа, в Йоханнесбурге биржа и Сингапурская биржа. И, конечно же, люди, которые постоянно злились, которые думали, что это пирамида, они отойдут, и здесь останутся только те, кто действительно поддерживал данную идею. Представьте, на минуту, что если бы вы находились в тот самый момент, когда акции Apple только-только вышли на биржу, мы сейчас находимся в том же самом времени, в том, принципе, на том же самом месте, что и раньше находились люди, которые покупали в самом начале акции Apple. Это K-Импульс, это наши ATM и все остальное, да? Но это намного крупнее, чем Apple, потому что это целая экосистема, это не просто одно изобретение, а здесь целая экосистема, которая сейчас внедряется в общество. Where apps for merchants, apps for the phones, bank accounts, cryptocurrency all come together in one complete ecosystem. Значит, приложения для телефонов, приложения K-Merchant, а также остальные составляющие Carrot Bars, они сейчас объединились в одну систему, в большую экосистему. If you have hesitated to build yourself a team up until now, now is the time to change your mind. It's time to build and fast, because what will happen for us in the future with big teams is financial freedom. Если вы все еще планируете создавать свою команду и приглашать людей, то сейчас самое время, потому что это действительный путь к богатству и финансовой независимости. We don't know what name that will be listed on the Frankfurt Stock Exchange, but I got hint that it's possibly the Gold Imperium, which is the name they are giving to our entire ecosystem. Мы еще точно не знаем, как будет называться котировка на стоковой бирже, однако здесь есть примерное название, возможно, оно будет называться The Gold Imperium. Однако, если этого еще мало в Амстердаме, то информация, что мы получили на инсенсиве. У нас есть новый инсенсив, который называется WIM инсенсив с нашими ноутбуками. И данный инсенсив внедряет наши новые продукты в WIM пакеты. И данный инсенсив делится на две части. Первая часть как раз-таки называется Incentive Challenge. It has two requirements. И для него есть два условия. Первое. Register 10 new K-merchants that are business KYC approved with a minimum 15 euros of sales within the time frame. Зарегистрируйте 10 новых K-merchants, у которых будет подтверждена личность с минимальным оборотом 15 евро. So, quickly create a K-merchant account, KYC it, and then someone buys 15 euros in their store. One K-merchant done. Итак, сейчас же быстро необходимо зарегистрировать одного K-merchants, создать там оборот 15 евро, то есть купить продукт на 15 евро, подтвердить личность, и первый K-merchant готов. And you repeat that 10 times. And then the second part, to complete this challenge, is to sell one personally sponsored WIM package, either 2600 or 5200. И вторая часть данного промоушена, Incentive, это после того, как вы зарегистрировали 10 K-merchants с 15 евро оборотом, то вам необходимо продать один WIM пакет на 2600 евро. If you sell your 10 K-merchants in a 2600-euro WIM package, you will win an Impulse K-1 phone special edition and 5200 euros of KCB. Если вы выполните все эти условия, то и продадите один пакет WIM package за 2600 евро, то как подарок вы получите один телефон K-impulse специальной серии, да, это специальная коллекция, плюс KCB на сумму 5200 евро. Or you register your 10 K-merchants and you sell one WIM package, 5200 euros, and you will win one WIM laptop and 15600 euros of KCB. Если же вы зарегистрировали 10 K-merchants и продали один WIM пакет на сумму 5200 евро, то вы выигрываете один WIM, один WIM компьютер, плюс KCB на сумму 15600 евро. Огромная сумма. So that's the first part of the incentive called the incentive challenge. И это первая часть, называемая incentive challenge. The second part they call the top seller's challenge. И вторая часть, которая называется, называется top seller challenge. For this one you have to register 30 K-merchants that are KYC approved with 15 euros of sales. И здесь вам необходимо зарегистрировать 30 K-merchants, у которых будет подтверждена личность и зарегистрированы все документы с минимальным оборотом 15 евро. And personally sell a minimum of 35,000 euros of WIM packages. И минимально продать лично на 35,000 евро, ниже представленные, точнее, выше представленные пакеты WIM за 2600 и 5200 евро. И все, кто это сделает, в принципе, попадут в топ-10 победителей и получат следующие призы. И, значит, если в мировом рейтинге человек, у которого будет 10 место по проданному объему, он получит 10 тысяч монет KCB. Соответственно, девятая позиция 25,000 монет KCB. Восьмая позиция 50,000 KCB. Седьмая позиция 100,000 KCB. Седьмая позиция 100,000 монет KCB. And this is where it gets fun. И это то, что действительно радует. Rank number six will win a Rolex steel and gold. И на шестом месте человек получит, значит, Rolex, выполненный в золоте и стали. Rank number five will win a gold Rolex. И, конечно же, пятое место, он человек, выигравший пятое место, занявший пятое место, он получит золотой Rolex. Rank number four wins a Porsche Boxster S Cabriolet. Четвертое место получает автомобиль Porsche Boxster S Cabriolet. Maybe you want to go for the next car instead. Rank number three, the Aston Martin Vintage. И, конечно же, третий ранг, человек на третьем месте получит Aston Martin Vintage. Rank number two will win a Ferrari Portofino Cabriolet. И на втором месте человек получит Ferrari Portofino Cabriolet. И, конечно же, последнее, но неконечное, в принципе, неконечный символ всех криптовалютчиков, всех успешных держателей криптовалюты, это Ламборгини. Но здесь у Ламборгини Huracan Spider. Я, конечно же, призываю вас, кто же из вас, в принципе, выиграет этот Ламборгини. И данный инсенсив начался 15 сентября 2019 года в полночь и заканчивается также 15 декабря 2019 года в полночь. И, конечно, заинтересоваться 15 сентября 2019 года в полночь и заканчивается 15 сентября 2019 года в полночь и заканчивается 15 сентября 2019 года. Значит, Дан, what is going to be until 31st of January? Can you repeat, please? Значит, с сегодняшнего дня, если подать документы на KYC в Key Merchant, то это займет время до 31 января 2020 года. Поэтому сейчас самое время это делать, чтобы получить все эти призы. And all the bonus and incentive prizes will be paid out on the 15th of February. So whoever is getting the Lamborghini will get it on the 15th of February. И все вышеупомянутые призы будут, конечно же, розданы 15 февраля 2020 года. И тот же самый Ламборгини вы получите 15 февраля 2020 года. So Carrot Bars wishes all of us good luck. Let's hit this hard and make the most of it. И Carrot Bars желает вам удачи и сделайте все возможное, чтобы преуспеть. Now a lot of people have had questions because there's the extension now of the KCB regarding when the hard fork day will take place. И, конечно же, очень важный вопрос по поводу продления продажи KCB и hard fork. So a lot of people know there have been hackers and bad people in the past who have taken advantage of our coin and done things to it. And it's taken us time to fix everything that's happened, but it's doing good. И, конечно же, всем, возможно, известно, многим известно, что, значит, на Carrot Bars было очень много мошенничественных атак и хакеров. И сейчас нужно время компаний для того, чтобы восстановиться. Однако восстановление проходит весьма успешно. И, конечно же, сама, в принципе, группа Carrot Bars сейчас делает все возможное, чтобы преуспеть в этом. И, конечно же, Авида Тома – это один из тех людей, которому лучше знать, что необходимо. Продлить то же самое распространение монет KCB и их продажу. Однако после 15 декабря, когда произойдет действительно hard fork, и у нас появится новый совершенно оборот по количеству монет, и предложение монет будет увеличено на CoinMarketCap. Это увидимся. Но формула останется прежней, то есть одна KBC, и, точнее, чтобы получить одну MyNet новую KBC, нам необходимо константу, то есть цену KCB, что равное 14 долларов центов, разделить на цену KBC, текущую цену. И те люди, которые ждут чего-то, в принципе, у нас есть целые 90 дней для того, чтобы сделать многое. И для нас, конечно же, как для людей, которые очень активно продвигают данное дело и участвуют во всем, что здесь происходит, для нас очень важно, что... И для нас это отличная новость, что продлина продажа монет до 15 декабря. У нас есть целые три месяца, чтобы преуспеть в этом. Do you have enough coins? I don't have enough coins. I want a lot more. У вас достаточно монет, даже у меня недостаточно. Мне хочется еще больше и больше. So here we go. We have 90 more days to go. This is our last chance at KCB, because this date is official. The hard fork is happening in December, and we are going public. И, конечно же, у нас есть 90 дней для того, чтобы прикупить монеты KCB. Это последний шанс и второй шанс для покупки KBC. This is the last push to finish the 2019, to bring us into the golden new year with a complete ecosystem, a solidified, unified coin, and bank accounts, and a public company. И это последний год. Это, точнее, последний шанс для того, чтобы перейти нам в золотой год, и чтобы наша система заработала полностью, чтобы мы вышли на рынок и были очень крупными. И, конечно же, на протяжении данного периода времени нам предоставляются чудесные бонусы по бронзовым пакетам, по серебряным, по золотым, по VIP пакетам, по профит пакетам, по импульсам, по банкоматам и, конечно же, по УИМам. Но данное предложение действует до 30 сентября. Однако, что же произойдет после 30 сентября? Данные бонусы, они останутся, но будут уменьшены в количестве, и получается процентный бонус будет намного меньше. Не спрашивайте, какой будет следующий процент, мне неизвестно, никому неизвестно. Но это наш последний шанс для того, чтобы рассказать об этом другим и поучаствовать в этом. Потому что скоро наши монеты пойдут на Луну. Это высказывание, которое я очень люблю. И здесь есть три типа людей. Значит, те, кто осуществляет дела. Те, что являются наблюдателями. И те, что удивляются тому, что происходит. И вам нужно выбрать, каким типом личности являетесь вы. А те люди, что сейчас не обращают на это внимания, позже они будут очень жалеть об этом. Люди, которые просто наблюдают за этим, они тоже будут очень сожалеть. Но те люди, которые, конечно же, обратили на это внимание, и если развивают данное дело, то я уверен, что в ближайшем будущем они будут миллионерами, мультимиллионерами, а то и миллиардерами. И значит, что мы сделаем за эти 90 дней, определит, кем мы станем финансово независимыми или нет. У нас есть только два выбора. Стать финансово независимым или нет. Здесь список мероприятий, которые проводятся по Carat Bars. Однако большинство, точнее все из них являются, все из них проводятся на английском языке. Однако, если вы кого-то знаете в этом городе или вы живете в этом городе, то обратите на это внимание и приходите на мероприятия. И, конечно же, я надеюсь, что смогу быть на мероприятии в Москве. Я еще не знаю, это будет октябрь или ноябрь, но в дальнейшем я узнаю и надеюсь, что там буду. И если у вас есть возможность присоединиться к нам в Сан-Пауло, Бразилии 15 декабря 2019 года, то приходите, приезжайте, потому что это шанс, которого больше не будет. Это мероприятие, от которого вы останетесь в большом восторге и под впечатлениями. И, конечно же, мы выйдем на публику, у нас будут собственные банковские аккаунты. Это чудесные новости, которые вы узнаете там. Если многие из вас хотят обрести финансовую свободу, независимость, быть богатыми, путешествовать, иметь люксовые апартаменты, иметь люксовые автомобили, то я вам скажу вот что. Если у вас есть жажда, если у вас есть желание, и вы стремитесь к чему-то большему, то Кэрэдбарс предоставляет шанс каждому добиться того, что он действительно хочет. И, конечно же, Кэрэдбарс предоставит огромные изменения для нашего мира и то же самое распространение возможности стать богатым для каждого. И мы будем у самого основания данной возможности. И это не MLM с золотом, у которого цена намного выше. И, конечно же, это сильная, независимая, большая компания, которая скоро будет известна во всем мире. И если мы будем ее участниками, то, конечно, мы станем очень и очень обеспеченными людьми. Конечно же, в нашем мире есть как легендарные люди, как Джефф Безос, Илон Маск, и другие очень преуспевшие люди. Однако есть вторая категория людей, которые все думают, думают, или не верят, сомневаются, и, к сожалению, к ничему не приходят. Харалд Сайз и Авиду Тома, и наша корпоративная команда, наши visionaries, и они приводят что-то, которое многие люди не могут видеть, как они видят. Сейчас, если вы видите, что я вижу, то время идти, время строить, время встать, время встать, потому что мы идем к небу. А Харалд Сайз и Авиду Тома, они именно те из людей, что преуспели в этом мире, и они являются новаторами. И поэтому, если вы видите то же самое, что я вижу, то действительно, мы должны сейчас все взять в свои руки и делать. И, конечно же, мы сейчас находимся на волне 3, и это время запуска, это время старта массовой интеграции людей в этот бизнес. Я хочу, чтобы вы были в топовых местах в данном бизнесе и преуспевали, так же, как и многие лидеры данной компании. Поэтому похожие вебинары я буду проводить достаточно часто, на регулярной основе, для того, чтобы каждый из вас имел возможность принять участие, и не просто принять участие, а действительно быть успешным в этом бизнесе. Я хочу поблагодарить переводчика Ричарда Затиса, который сегодня пришел и перевел мою презентацию. Без переводчика сегодня, к сожалению, не было возможно передать данную информацию. Я хочу поблагодарить вас, что вы просмотрели. Я надеюсь, что вы получили цену от этого контента и что это будет помогать вам строить ваш бизнес. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что присутствовали на данной встрече, и жду вас в бизнесе, жду ваших результатов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...